Что собственнику квартиры должна бесплатно отремонтировать управляющая компания? Напомню, за содержание и ремонт общедомового имущества многоквартирного дома собственники жилья обязаны ежемесячно платить деньги управляющей компании. Однако, помимо обязанностей, у собственников квартиры есть и права. В частности, они могут требовать от управляющей организации исполнения взятых на себя обязательств. Вот основания. А в их число входит ремонт имущества, которое расположено в отдельно взятой квартире, если оно относится к общедомовому, то есть предназначено для обслуживания двух и более помещений. С учетом этого разберем, что по закону собственнику должны отремонтировать в его квартире бесплатно, то есть без взаимания с него за это дополнительных денег. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Приоритеты» с юристным экспертом Евгением Корсакином. Отдельное спасибо за ваши лайки и подписку на канал. Чтобы не останавливаться по ходу видео, сразу скажу, что ссылка на нормы закона и акты суда мы оставим в описании. Переходим к теме видео. Первое. УК обязана заделать межпанельные швы. Жители панельных домов часто сталкиваются с такой проблемой, как промерзание стен, сырость и плесень в области стыков плит, утепление и герметизация межпанельных швов – прямая обязанность управляющей компании. Согласно правилам 170, местные разрушения герметизирующих заделок стыков полноспособных зданий должны устраняться по мере выявления, не допуская их дальнейшего развития. Управляющая организация обязана обеспечить исправное состояние стен дома, их тепло- и влагозащиту, а также своевременно устранять повреждения этих стен. Герметизация стыков межпанельных швов дома отнесена к текущему ремонту общедомового имущества. Основание. Поэтому собственники квартир вправе требовать от УК провести такие работы бесплатно. Причем решение общего собрания собственников для этого не требуется, поскольку эта работа охватывается общей обязанностью управляющей компании – содержать дом в надлежащем состоянии. 2. УК обязаны отремонтировать пол и потолок, потому что межэтажные перекрытия являются общедомовым имуществом, ограждающие и несущие конструкции дома. Пункт 2. Правил 491. Поэтому в тех случаях, когда необходимо обеспечить их надлежащее состояние, возникает обязанность управляющей компании по ремонту, соответственно, пола или потолка в квартире. 3. Суды обязывают управляющие организации выполнять в квартирах бесплатную замену деревянных лаг под полом и даже восстанавливать слой штукатурки на потолке, если перекрытие в доме деревянное. А штукатурный слой дополнительно защищает их от воздействия воды или огня. Вот пример определения Верховного суда. Ссылку также мы оставим в описании. Идем дальше. 3. УК обязан отремонтировать балкон. Балконная плита прямо относена правилами 491 к общему имуществу дома. Поэтому управляющая компания обязана следить за ее состоянием и в случае необходимости срочно провести текущий ремонт, чтобы обеспечить безопасность людей. Основание. А вот вопрос, должна ли управляющая компания ремонтировать еще и ограждение балкона, долгое время оставался спорным. В итоге Верховный суд подтвердил, что это тоже обязанность УК. Во-первых, ограждение балкона является неотъемлемой частью самой балконной конструкции. Оно вмонтировано в плиту и неразрывно с ней связано. Значит, функционирование балкона без ограждения невозможно. А во-вторых, работы по восстановлению и замене отдельных участков и элементов балкона входят в перечень работ по текущему ремонту. Приложение номер 7, правил 170. Поэтому собственник имеет полное право требовать от УК бесплатно отремонтировать не только балконную плиту, но и все ограждения балкона. Идем дальше. Четвертое. УК должна сделать ремонт после ремонта. Если через квартиру проходит общедомовое имущество, например, трубы водоснабжения, канализации и так далее, закон обязывает ее собственника предоставить к нему доступ, работникам УК, когда требуется их отремонтировать или заменить. Но, как правило, после ремонта квартира сама нуждается в ремонте. Скрываются полы, отбивается плитка, портятся обои и так далее. В большинстве случаев управляющие компании настаивают на том, что восстанавливать все это должен сам собственник жилья за свой счет. Однако суды придерживаются иного мнения. По закону лицо, причинившее вред, обязано его возместить, даже если вред был причинен в условиях крайней необходимости, когда не было иных вариантов устранить опасность. Статьи 10.64 и 10.67 Гражданского кодекса. Поэтому суды обязывают управляющей организации выполнить ремонт в поврежденной квартире, либо оплатить его стоимость. Пример решения суда. Ссылка на ознакомление с ним будет в описании к видео. Идем дальше. Пятое. УК обязаны прочистить вентиляцию. Нормативы обязывают УК устранить неплотности, засоры и все неисправности в вентиляционных каналах, менять сломанные вытяжные решетки и их крепления. Поэтому, если в работе вентиляционного канала в квартире есть нарушения, управляющая организация обязана провести бесплатный ремонт. Напомню, если вам потребуются услуги по проверке юридической чистоты квартиры юристам, ссылка будет в описании. Друзья, пишите ваше мнение в комментариях, подписывайтесь на наш Дзен канал, жмите ваши лайки и расставляйте приоритеты правильно. Сначала знания, потом действия.